Иногда слушаешь предвыборные речи очередных потенциальных депутатов и радуешься, что, возможно, именно этот человек будет приближен к власти. Но на деле, мы часто огорчаемся, так как большая часть обещанного не выполняется. Так почему же люди рвутся ко власти, что их там привлекает? Конечно, одной из главных причин является неприкосновенность. Именно о ней сегодня пойдет речь. В Госдуме пояснили, что благодаря неприкосновенности чиновника нельзя осудить и арестовать, но больше всего людей возмутил тот факт, что им даже не полагается выписывание штрафов. Да, конечно, в случае совершения преступления депутат все равно будет отвечать перед законом, но произойдет это только в том случае, когда с него снимут ту самую неприкосновенность. Но попробуйте вспомнить хоть один недавний случай, когда производилась процедура по снятию неприкосновенности. Стоит отметить, что еще совсем недавно в Госдуму вносили законопроект об ответственности чиновников за оскорбление граждан. Сейчас же это предложение уже никто не вспоминает, так как еще при первом рассмотрении в нем было отказано. Депутаты объяснили, что законопроект имеет много разногласий, и исправить это невозможно. Для нас же, для обычных граждан, уже второй год как действует закон об оскорблении власти и всего к ней причастному. Таким образом, если слуга народа оскорбит население, что происходило не раз, с экранов телевизоров или в сети, как бы мы ни старались, его ни в коем случае не оштрафуют, ведь неприкосновенность уважается законом. Но стоит обычному человеку сказать что-то против них, так тут же он может оказаться должен государству приличную сумму денег. Реалии таковы, что снятие неприкосновенности добиться тяжело. Сложно даже представить, что должен сделать чиновник, чтобы это произошло. Нам же обычным людям стоит быть аккуратными в своих высказываниях.